Путину имбичмент! Путину имбичмент! Правительство в отставку! Правительство в отставку! 2 сентября всероссийская акция протеста против пенсионной реформы и не только собрала в Перми, в парке камней у вокзала Пермь-2, полную площадь возмущенных жителей города и Пермского края. Пусть себе зарплаты снижают, пусть живут на прожиточном минимуме, который придумали. Вот и будет вся экономия бюджета нашего. У моей мамы, у моей тети, у них жизнь, как бы была уже планы какие-то, и тут бах, и подстава. Ну так просто нельзя делать, так не поступают хорошие люди. Надо менять вообще всю власть, а не только пенсионную реформу. Потому что не может быть такого, что одни получают миллионы, другие копейки. Это не справедливо. Вот мы из-за этого и пути сюда. Выступающие дали полную картину происходящего. Обнаглевшая власть продолжает мытьем и катанием протаскивать людоедскую пенсионную реформу. Только власть придержащая забывает, что деньги, ушедшие в пенсионный фонд, это наши, заработанные потом и кровью деньги. Даже сегодня, выйдя, мужчина там в 60, женщина в 55, должны прожить еще как минимум 25 лет, чтобы начать получать государственные деньги. Все остальные выплаты, это наши с вами деньги, которые мы с вами горбатимся, зарабатываем и отчисляем в пенсионный фонд. От президента ждали с робкой надеждой, что он выйдет и остановит властный беспредел. Но нет, Путин выдавил из себя лишь не выдерживающие никакой критики якобы причины повышения возраста выхода на пенсию, лукавые цифры, ничем не подтвержденные рассуждения, пустые требования, надо и все, и упрашивание отнестись с пониманием. У меня был единственный вопрос, когда говорил президент. Ну вот сложная экономическая ситуация и так далее. А ты чего там сидишь 18 лет и ничего не делаешь для экономики страны? Грать надо таких! Но главное в речи президента прозвучал посыл. Сверхприбыли богатых трогать нельзя. Прогрессивный налог никогда введен не будет. Все экономические проблемы государства будут решаться исключительно за счет простого народа. Надеяться на то, чтобы к народу прислушались, нечего. Потому что наша верхушка власти, она по совместительству является и нефтегазовой буржуазией. Нефтегазовая буржуазия терпеть не может. Она должна покупать огромные яхты, должна ездить на лимузинах и кушать раков больших и по пять. Власть в борьбе за права буржуазии зачастую переходит и к открытому террору. Брошен в застенки Сергей Удальцов, координатор Левого фронта в России, один из лидеров сопротивления. Более того, доверенное лицо кандидата от КПРФ на выборах мэра Москвы. Хочется обратиться к тем людям, которых, к сожалению, тут нет, которые думают, что пенсия это где-то далеко, что молодость это вечно. Кто-то сейчас сидит в тюрьме или сядет в тюрьму ради них, за них, а они сидят дома, смотрят телевизор, слушают Путина и отмалчиваются. Только массовые акции неповиновения, всероссийский мощный подъем народа в борьбе за свое существование могут совершить поворот в новейшей истории России и вернуть ее на социалистический, народный, прогрессивный путь развития. Организовывайте независимые профсоюзы, готовьте на своих предприятиях забастовки. Только так мы можем ударить по карманам чиновников и олигархов. Пока мы едины, мы непобедимы. Пока мы едины, мы непобедимы. Информбюро Пермского крайкома КПРФ